Добрый день. Добрый день. Александр Игоревич, подходит к концу парламентский год в Карачаево-Черкесии. Скажите, какими глобальными событиями он ознаменовался? Действительно, сегодня прошла заключительная сессия перед парламентскими каникулами. Год был достаточно непростой. Событий было много, он был насыщен. Событиями, главным событием, я считаю, это были выборы в Народное Собрание Республики. Тем более, если учесть, что выборы проходили по новой избирательной системе. Было сокращено количество депутатов с 73 до 50 человек. Но, тем не менее, выборы прошли в спокойной обстановке. Все партии, которые изъявили желание участвовать на выборах, они были допущены к выборам. Процесс был легитимным. И сегодня парламент имеет возможность работать, заниматься законотворчеством, заниматься каждодневными вопросами граждан. Также было значимым, я считаю, переизбранием общественной палаты. Ну и сам по себе год прошел достаточно активно. Мы работали совместно с правительством республики, с исполнительной властью по реализации направлений, которые задавал глава республики. Я думаю, что все эти вопросы, которые ставились партией, Единая Россия, те вопросы, которые ставились главой республики, эти вопросы успешно реализовывались в течение этого года. Поэтому такие основные моменты. И прошло у нас 12 сессий за год, было принято около 100 законопроектов. Ну это огромная работа, на самом деле здесь надо отдать должное и аппарату Народного Собрания. Потрудились, потрудились и все, сегодня у нас, слава Богу, готово к тому, чтобы двигаться дальше. Александр Игоревич, вот в связи с изменением количества депутатов, такой вопрос, отразилось ли это как-то на качестве работы парламента? И, собственно, легче стало работать или наоборот сложнее? Ну, я не скажу, что легче или сложнее. Работа парламента специфическая. Это особый режим. Там от количества, наверное, так много не зависит, как от качества. Тем не менее, мы перешли на новую систему избирательную по выборам, по партийным спискам. Там было легче отрегулировать каким-то образом с помощью списков прохождение всех народов, чтобы никто не был обижен. И сегодня, я считаю, у нас это получилось, в парламенте представлены и русские, и карачаевцы, и черкесы, и абазины, и нагайцы, и греки, и армяне, и прочие. То есть представлены приблизительно в соответствии с тем количеством проживающего населения, которое сегодня представляет тот или иной народ. Вопрос, который наверняка волнует многих жителей, это какова зарплата депутата, который работает на постоянной основе, и сколько вообще депутатов, которые работают на постоянной основе? У нас около 20 депутатов. Я вот когда не работал депутатом, если честно, меня этот вопрос волновал меньше всего. Я вообще даже не думаю, что большинство населения знает, что депутаты одни работают на постоянной основе, другие работают на общественных началах. Если сегодня модно стало узнать, у кого какая зарплата, я думаю, что здесь не надо вокруг да около ходить. Я могу назвать размер своего денежного содержания. Хотя у нас руководители естественных монополий не захотели раскрывать размер своей зарплаты. Но учитывая то, что все доходы лиц, замещающих госдолжность и состоящих на гражданской службе, они публикуются сегодня в интернете и имеются в открытом доступе. То есть сегодня мы декларируем доходы и своих близких, супруги, детей. Поэтому сегодня это тайной не является. И те, кто хочет посмотреть, конечно, могут открыть компьютер, посмотреть. Но у нас зарплата, наверное, раз в 10 меньше, чем у депутата Государственной Думы. И вообще в Карачаево-Черкесии уровень зарплат государственных служащих и лиц, замещающих госдолжности, он по сравнению с субъектами даже Северо-Кавказского федерального округа, он ниже. Ну, порядка 37 тысяч, вот у меня денежное содержание месячное. Ну, наверное, также пропорционально меньше получает председатель комитета или зампредседателя комитета, депутат на постоянной, с профессиональной основой, который работает в парламенте. Ну, я скажу, что хотелось бы больше. Ну, мы знаем и понимаем ситуацию сегодня в стране. Сегодня не так-то просто. У нас сокращается аппарат чиновников. Мы понимаем, какие угрозы сегодня складываются вокруг Российской Федерации, как нас пытаются со всех сторон ограничить теми или иными санкциями. Хотя, надо сказать, что они идут на пользу нам, и мы, как и все жители нашей отчизны, мы готовы затянуть ремни ради того, чтобы мы радовались тому, что и Крым сегодня принадлежит Российской Федерации, и то, что Россия сегодня занимает достойное место на международной арене, сегодня с нами считаются. Сегодня идет другое мироустройство начинается. Поэтому, конечно, нам приятно то, что происходит сегодня в стране. Я думаю, как и всем вам тоже, жителям Российской Федерации. Александр Ильич, вообще учитывается ли мнение жителей республики при принятии важных законопроектов, и как вообще наша общественность участвует в обсуждении, и вот насколько активно жители республики участвуют в публичных слушаниях? Что закон у нас есть о публичных слушаниях, но недостаточно активно, недостаточно активно население еще участвует. У нас, к сожалению, пока еще многие не верят в то, что можно что-то изменить. Хотя те, кто поверил, они идут и реально меняют. Те, кто более активны, они добиваются того, что хотят. И вообще, если сказать честно, идти в законодательный орган и не верить, что ты можешь что-то изменить, и думать, что уже все схвачено, уже там распределено, за этим стоят лоббисты, там ничего не изменишь, там крупные серьезные силы, лучше тогда туда не идти. Здесь простор для творчества. То есть, если реально иметь политическую волю и иметь желание, иметь патриотический настрой и любить свою родину, я думаю, что можно многое изменить. Я хочу в пример поставить нашего главного законодателя Валентину Ивановну Матвиенко. То есть, она берется за сложнейшие участки, которые не решались годами. Она лоббирует очень тяжелые вопросы. Она поднимает такие пласты проблем и в то же время умудряется их решать. Она не боится решения проблем. Знаете, смотря на нее, как на председателя Совета законодателей России, а мы, законодатели, председатели законодательных собраний всех субъектов, входим в Совет законодателей страны, сегодня тоже чувствуем уверенность. Сегодня на федеральном уровне все больше прислушиваются к инициативам, которые идут из регионов. И когда регионы все вместе начинают одну какую-то проблему озвучивать, направлять инициативы, существует порядок согласования между субъектами, то есть, так называемые отзывы на федеральные законы и на инициативы законопроекты, то голос законодателей, когда он идет хором, он услышан. И у нас очень много сейчас идет таких инициатив, которые мы поддерживаем друг друга. Тот или иной субъект выходит с инициативой, мы тоже присоединяемся. Это и о запрете кодеиносодержащих препаратов, это и ограничение продажи в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, вот, например, той же лирикой, или там какие-то энергетики, которые пытаются... Проблема, она везде одинаковая. Везде все борются за то, чтобы оградить своих детей от наркомании, от этих наркозависимости, алкоголизма, принимаем законы о том, чтобы не продавался алкоголь в определенное время. А что касается активности общественности, ну, активность сегодня большая в интернете. Я думаю, что если мы как-то все-таки сможем организовать и как можно больше привлечь людей к общественным слушаниям через интернет, то здесь мы имеем большую перспективу, потому что куда-то прийти специально, ходить... Ну, мы еще не настолько здесь активны, чтобы обсуждать, какие у нас будут фонари, какие у нас будут тут газоны. В основном это все рассчитывают на муниципалитет, на ЖЭУ, на коммунхоз. Они думают, что все как раньше. Они уже не знают, что они уже хозяева этих домов. И тоже активности нет большой. У нас 65 домов без управления. А люди думают, что это все придет само по себе. Александр Игоревич, вот большинство принятых законопроектов за последний год и вообще последние годы, они социально ориентированы. Скажите, как законодательно осуществлялась поддержка многодетным семьям и детям-сиротам? Хороший вопрос. Когда мы принимали закон о предоставлении участка на третьего ребенка, многие не верили. И был такой в определенной степени пессимизм, что этот закон будет реализовываться. Кто-то говорил, ну зачем принимать законы, которые заведомо не будут выполняться. Сегодня нету земли, нету возможностей. И не все с пониманием отнеслись. После того, как глава республики собрал глав муниципальных поселений и городов и объявил эту задачу приоритетной, дело сдвинулось с мертвой точки. Мы тоже осуществляли партийный контроль, потому что это был партийный закон, партийная инициатива. На сегодняшний день 95 гектаров земли роздано под строительство индивидуального жилья для семей, имеющих третьего ребенка. 865 участков уже раздали. Сегодня идут вопросы, кто будет межевать. Прокуратура говорит одно, мы говорим другое. В целом приходим к единому мнению, но тем не менее семья, у которых появился третий ребенок, она уже имеет перспективу. Вообще депутаты очень чутко реагируют на проблемы людей. Особенно если касается этого, каких-то там перераспределения средств той или иной статьи, например, снять деньги с обеспечения онкобольных или дорогие препараты для редких болезней, то на этом деле депутаты проявляют принципиальную позицию. Потому что на самом деле не хотелось бы столкнуться с той ситуацией, когда у нас тяжело больным людям, онкобольным или там больным с редкими заболеваниями, а лекарства дорогие. Мы и выходили в Государственную Думу с тем, чтобы с нас, с регионов убрали эти полномочия. Мы не в состоянии оплачивать эти огромные средства на лечение редких болезней. Мы вышли с инициативой, чтобы это стало полномочиями федерального центра. Вот сейчас идет работа, но все равно мы стараемся. Стараемся находить и средства, стараемся отправлять и в частном порядке, и помогаем. Люди сегодня идут, авторитет у народного собрания был высок, и сегодня он и остается таким, потому что идут люди к депутатам, люди знают депутатов, и когда формируется бюджет, депутаты от районов, они в хорошем смысле этого слова, они лоббируют интересы районов, они отстаивают позиции, плюс выделяют средства из депутатского фонда на социалку. Очень много в этом плане делается, и я думаю, что жители видят это, жители не обманешь людей. Александр Игоревич, вопрос от жителей Абазинского района. Из-за отсутствия моста между аулами Старокувинск и Кызылтагай, жители ряда абазинских аулов вынуждены ежедневно делать немалый крюк, чтобы попасть в свой районный центр или аул Аблигихат. По словам главы нашей республики, мы уже задавали этот вопрос, строительство этого моста очень затратное время для бюджета республиканского. Может ли парламент обратиться в федеральный центр с просьбой пропинансировать? Может, но что это обращение в конце концов даст? Я думаю, что здесь это не является решением вопроса обращения. Здесь нужно все-таки с этим вопросом заниматься исполнительной власти, потому что мы просто будем выглядеть или некомпетентными, или нас просто не поймут. Навряд ли этот мост перейдет в федеральные дороги. Сами мы тут мосты пока еще на наших дорогах республиканских мы еще пока не строили. Но мы занимались другими приоритетами. Мы занимались тем, что ввели газ в отдаленные районы, где не было. Мы занимались тем, что строили детские сады. Мы занимались тем, что строили школы, дороги. Поэтому понятно, что все вопросы не решить. Это одна из тех задач, которую надо решать. Но, видимо, эта задача относится к ближайшей какой-то или среднесрочной перспективе строительства моста. Сейчас в СССР появляются статьи на тему ущемления прав русского населения в республике, отток русского населения, перекосов, кадровые политики. Вы, в первую очередь, как русский человек, считаете это обоснованным? И на самом деле уезжают русские? Я не скажу, что там идут какие-то публикации во множественном числе. Ну, проскальзывает. Проскальзывает. Мне, например, неприятно это как русскому человеку читать, что значит отток русского населения или приток. В конце концов, мы же не в красной книге русской находимся, чтобы нас всех как-то браслетами окольцевать и наблюдать за нами, куда мы оттекаем или перетекаем. Кто-то уехал, кто-то приехал. Как можно узнать вообще, кто по какой причине уехал или приехал? У каждого своя судьба, у каждого свои какие-то представления о том, где хорошо и где ему лучше. Поэтому, да, я согласен, в 99-м году, когда у нас политические элиты противоборствовали, много уехало, достаточно много уехало и русских, и нерусских из Карачева, Черкесии, потому что люди где-то испугались, где-то... За национальными противоречиями не стоят национальные противоречия. Это конкретные люди, единицы людей, которые имеют какие-то амбиции и имели какие-то амбиции. И вот из-за этого, но благодаря мудрости мы еще раз говорим и всегда будем это говорить, благодаря мудрости наших народов мы сохранили мир и сегодня этот мир жителей республики никому не дадут нарушить. Здесь такая очень острая тема для дискуссий, но на самом деле национальный вопрос он начинается тогда, когда о нем начинают говорить. Как только мы о нем начинаем говорить, мы сразу начинаем на него воздействовать. Поэтому давайте здесь все друг друга прежде всего уважать. Уважать и не разбрасываться тем более не говорить от имени народа. Кто-то выступил и сказал сегодня все пропало. Но этот кто-то, кто ему дал такие права так заявлять. Я лично никогда уезжать отсюда не собирался и не уеду. И все мои друзья и русские и нерусские мы здесь живем, мы здесь на родной земле, это наша республика, мы хотим сделать как лучше. А вот молодежь, которая уезжает учиться всех национальностей, многие не возвращаются, потому что они там начинают приживаться, находят себе какие-то там интересы. Но для этого власть, чтобы люди, приезжая и возвращаясь из мест учебы, они имели инфраструктуру. Нужно сделать так, чтобы жить в Карачаево-Черкесии было не хуже, чем в любом большом городе. Для этого должны быть хорошие дороги, хорошие парки, вы видите, да, парламент вот, кстати, на статус столицы выделил 67 миллион, 34 миллиона, и вот постоянно выделяет тут последние там 4 года средства для того, чтобы в городе реализовывались места и строились места для отдыха. Пройдите по Первомайской вечерам, когда все горит. За празднование 70-летия Победы 9 мая пустые сводки о правонарушениях народу полный зеленый остров, до утра гуляния, ни одного правонарушения нет. Это о чем говорит? А это комплекс проблем, которые были решены. Это освещение в городе, это безопасный город, это установление камер, это большая работа. Ну, кому-то может и не нравится то, что сегодня происходит в республике. Это понятно, но это даже нельзя назвать ложкой дегтя. Ну, это просто мнение того, кому не нравится. Ну, нельзя таких даже, наверное, допускать к эфиру. Ну, как не допускать? Сегодня есть интернет. Пожалуйста, любой взял, опубликовался, что хочешь, наговорил. Ну, ты можешь, что хочешь, наговорить, но при этом выйди на улицу и посмотри. В конце концов, лица людей посмотрите, какие стали лица. Что ж, Александр Игоревич, спасибо вам за столь содержательную и интересную беседу. Спасибо вам, всего доброго, хорошего отдыха и всем здоровья и мира в вашем домом.